Дорогие, уважаемые студенты, действительно никакой лекции не получится, потому что рассчитываем на 45 минут, у меня есть в общей сложности 25 минут до перерыва, поэтому я все это делаю уже, значит, с тем, чтобы оставить некоторое время для ваших вопросов. Так что, прежде всего, я хочу спросить вас-то самих, чего интересуют, потому что тема лекции, которая была заявлена, это разбытый контур будущего миропорядка, то есть речь пойдет совершенно очевидно о международных отношениях, о ценностокосновых, о ритмахе, это дольше не я занимаюсь профессионально, и я в этой связи хочу потратить ровно одну минуту для того, чтобы услышать, какие вопросы вас самих вообще интересуют. Или вас просто повели в аудитории, сказали, что какой-то день приедет, будет лекцию читать, послушаем, вы сбежите. Ну так что, какие вопросы вы рисуете вообще? Не из области системы вооружения, не из области международного менеджмента, а так же. Образ будущего России не работает. Понятно. Это значит даже не на одну лекцию, это на хорошую такую работу систему. Так, еще что? Ну? Влияние санкций. Так, понятно. Это все профессорский и преподавательский состав интересует. Меня, значит, интересует, что молодых интересует. Знаем, поближе человека, который жил в высшем руководстве нашей страны. Ну, высшего руководства в стране меня, по счастью, не было. О, пилово. Понятно. То очень хорошо нужно. С этого начнем. Да. Военную карту, что интересует? Внутренняя политика Российской Федерации. О-о-о. Понятно. Еще на один. Ладно. Понятно. Еще что-то? Ну ладно. Начнем тогда, исходя из того, что меня пытался приготовить и всех вопросов, которые были заданы. Тогда я начну с самого себя. Я сейчас являюсь председателем Попеченского совета, экспериментского центра, который сделали меня специально в Берлине. Не потому, что мне Германия очень нравится. Я никогда Германией не интересовался. Это не направление моих исследований. Я всегда занимался штатами. Но, тем не менее, в нынешней обстановке об этом идет речь сегодня в нашей лекции или докладе. Было совершенно очевидно, что мир вступил в эпоху, которая называется характеризация международных отношений. И об этом мы тоже немножко поговорим. А поскольку две мировых войны начинались именно из центра Европы, то выбор Берлина диктовался двумя обстоятельствами. В тот период времени Германия рассматривалась, особенно Берлин, как весьма космополитичная страна и город. Город, в котором рабочим языком мог быть английский язык, в отличие, например, от Парижа. И город, в котором, в принципе, по оценке специалистов, которые готовили нам бизнес-план, а это была крупнейшая компания, ну, все делается, как вы знаете, по-друге. Поскольку заплатить большие деньги крупной консультационной компании мы не могли, я обратился к своему хорошему товарищу, с которым еще работал, когда был президентом российских железных дорог, а он является партнером одной из четырех крупнейших консалтинговых компаний, американской, кстати. И он в тот период времени, это уже теперь четыре года назад, быстренько согласовался со своими партнерами, и ему разрешили сделать, в виде уже статопы, сделать нам эфицировочную программу развития того, что сегодня называется исследовательский центр диалога с цивилизацией. В английской интерпретации D.O.C.R.I. Если вы залезете в компьютер, значит, диалог с цивилизацией, вы найдете премиатуру и найдете наш сайт, можете посмотреть. Задачи, которые перед собой мы с вами, они заключались в представлении альтернативных исследований на тему будущего мира, на тему взаимоотношений между цивилизациями, перспектив мирного решения кризисных процессов, нахождение источников этих кризисных процессов и предоставление того, что называется полиси-прикс для всех желающих, о государственных органах власти, как в Европе, как и в России. Основной аудиторией, на которую были нацелены наши усилия, являлась западная аудитория. Уходя с места последнего работа и докладывая президенту о причинах того, что не хочу больше оставаться на государственной службе, я излагал свою позицию именно таким образом, что поскольку у нас наработанный 17-летний опыт работы Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», то вы можете найти почитать, если заинтересовались. Но я хочу использовать эту базу для того, чтобы способствовать выработке неких альтернативных направлений. Подумайте, это было больше трех лет тому назад. По большому счету, мир выглядел значительно иначе, чем вы его сегодня наблюдаете. Таким образом сформировался этот центр. В этом центре на сегодняшний день на двух площадках, одна в Берлине, одна в Москве, работает 41 человек из 15 стран. Значит, центр никак не связан с российскими государственными органами, но за исключением того простого факта, что даже по портретам вы можете легко убедиться, что у меня есть дружеские связи со многими из тех, кто действительно возглавляет российскую политику и является лидерами нашей страны. Все остальное, никаких денег, никаких указаний мы ни от кого не получаем. Кстати, так же было и все предыдущие периоды времени. Итак, создали этот институт. Но до этого, просили немножко о себе рассказать, биография достаточно большая. Я начну с окончания Ленинградского механического института. Тогда было такое понятие распределения. Я шел в пятерке лучших выпускников. Кстати, забавная ситуация. Я краснодипломником стал из-за тещи. У меня жена умница. Она в школу окончила серебряные медали. Ну и когда в приливе каких-то аргументационных дискуссий с тещей, она мне сказала, что это такое вообще. Вот у меня дочка, твоя жена, между прочим, умница, красавица, серебряная медаль, идет на красный диплом. А ты типа чего из себя представляешь? Я пришел к тогдашнюю секретарю факультета и говорю, ну ты, Миночка, посмотри, что у меня там получается с моими оценками. Он сказал, что у тебя все хорошо. У тебя единственный трояль по технике безопасности. Значит, тогда техника безопасности был предмет серьезный, но готовились к нему совершенно не серьезно. Я говорю, ну хорошо, но у меня из-за этого могут возникнуть личные серьезные проблемы. Нет проблем, вот теперь сдавай, переставай. Пошел я сдал эту технику безопасности. И получил краснодиплом вот таким образом. Ну, это, конечно, шутка. На самом деле, я считаю, что та школа, которую давал тогдашкинеградский механический институт, являлась одной из лучших школ. Ну, и сама профессия, сами понимаете, специальность, и все это были на слуху. Это было романтично. У нас стояли образцы военной техники, тогда почти передового класса. Ну, и плюс сейчас, конечно. Кстати, интерес к политике и интерес к экономике мне привели тоже в Леградском механическом институте. Я до сих пор помню учебник, состоявший из двух томов. Один посвященный экономике эпидемиологического мира, там все было понятно, а второй был посвящен экономике социализма. Там было все непонятно. Ну, и как свидетельствует, к сожалению, история, из-за этого многое произошло не так и предполагаемо. После этого я работал в государственном институте, занимался почти по специальности. Мы проектировали мощный лазер для военного применения. Это во многом напоминает вариацию на тему реактивных двигателей, ракетных двигателей. Недолго я там проработал. Человек был активный, попал в поле зрения соответствующих кадровиков. В общем, короче говоря, чтобы долго не рассказывать, не проработав двух лет, я оказался перед выбором продолжить свою инженерную деятельность, научную деятельность. Но выбрал второе – альтернативное направление. И после этого 22,5 календарных года я служил в советской контрразведке, потом разведке большую часть времени. На этом поприще отработал 5,5 лет в Соединенных Штатах Америки. И потом жизнь пошла по-всякому. Я угрозился в 1995 году. Поэтому все инсунации по поводу того, что я делаю, выполняя соответствующие указания руководства российской разведки и российского руководства, они не соответствуют действительности, потому что я являюсь человеком гражданским. Хотя, конечно, ментальность и воспитание дают о себе знать безусловно. После этого работал начальником Северо-Западной окружной инспекции главного контрольного управления здесь, по Северо-Западу. Многое тогда, что мы сделали, это было время изменений, и контрольное управление президента была организацией покруче, чем любое советское Дубле. Мы имели право проверять любое юридическое или физическое лицо. В частности, вы должны знать фамилию Сергея Чемизова. Они тогда занимались сделкой с Индией по продаже вооружения. И каким-то образом наша проверка вышла на то, что мне пришлось перейти в Москву, и они обязаны были показать мне секретные договора, связанные с реализацией этого проекта в Индию. То есть просто что это такое? Ну а потом, слово за словом, получилось так, что был я членом Копчицкого совета Ленинградского морского пароходства. Там познакомился с министром транспорта Сергеем Франко, который сегодня возглавляет Совком флоте. И он меня буквально надул, потому что менялись структуры администрации, и он предложил мне стать его заместителем, и объясняю, что это будет заместитель по Северу-Заду. Такой должности в Министерстве транспорта не было. В результате отвечал я за развитие портов инфраструктуры. Услуга — это наша, значит, выборка — это наш. Развитие портов Азовского моря — это всё наша работа. И эта работа сегодня позволяет нам уверенно осуществлять репутовые перевозки. Если бы этой работы не было, то мы просто заткнулись, как говорил Зижинский. Россия бы, значит, сгинула во тьме и во льдах, потому что основные порты тогда остались в Эстонии, в Эстонии, в Литве, кое-что осталось, в Латвии. Но самые лучшие порты были в Эстонии. После этого, значит, был замминистра транспорта, потом первым заместителем министра платили сообщения, ну и, в конце концов, превратился в президента российских железных дорог, за что я внесу свой кресло по Сью-Куру. Потому что мои экономические взгляды, взгляды на государственное управление довольно серьёзно отмечаются от концепции нереперального управления, и я никогда не стеснялся об этом говорить, причём в самых высоких кабинетах, в которых, по Сью-Куру, это хорошо поможет. А теперь к вопросу о том, что происходит в мире, и чуть-чуть о возможном образе России в будущем. Я считаю, что политическая грамотность для людей с высшим образованием является абсолютно необходимым элементом квалификации, с учётом того, что рано или поздно перед вами специальных возможностей, скорее всего, альтернативой либо идти по деловой стези, либо пойти в систему управления. У меня всегда плавился тем, что его выпускники с огромным удовольствием привлекались на работу в органах государственного управления. Об этом же свидетельствует и то, что Сергей Евгеньевич Нарычкин сегодня является, был руководителем Думы, а сегодня является главой нашей внешней разведки. С точки зрения понимания процессов, которые происходят в мире, мне кажется, что сегодняшнюю политику можно охарактеризовать как политику незнания. К сожалению, существует концепция, что не имеет значения, чем управлять. Государством, детским садикам, заводами. Есть объект управления. Он подчиняется определённым закономерностям, есть определённая методика управления, планирование, реализация, контроль. И, в конце концов, не важно, чему вы учились, главное вы учились управлять. Это называется сегодня нанависть. Это самая большая ошибка, не хочу говорить глупость, которую можно себе представить. Потому что человек, который в жизни не ударил себе молотку даже попасть, не способен понять, управляя человеческим коллективом, что такое человеческое боли и человеческое переживание. До тех пор, пока жизнь по-настоящему по голове не даст, человек этому не научится. Этого не научат никакие учебники, этого не научат никакие профессора, этого не научат никакие профессора. Поэтому знание закономерности развития человеческого общества, понимание, на каких основах формируется политика современная, чрезвычайно важно. Взгляните на современные Соединённые Штаты Америки. Работая в Штатах, я никогда даже представить себе не мог, что государство, общество разделится ровно по половинке. И проблема здесь не в том, что появился Трамп, он появился по другой, но аналогичный. Проблема в том, что внутренние напряжения, которые в обществе сконцентрировались, они и привели к появлению Трампа на самом деле. А то, что он сегодня, образно говоря, вытворяет, с точки зрения международного права и государственной политики, является просто ошеломляющим непрофессионализмом. Наша система, мировая мировая система, правовая мировая система, построена на подстанке желтых соглашений после войны. Когда рухнул Советский Союз, представьте себе дом, который стоит там на четырёх колонн. И в один прекрасный момент одна колонна убирается. сломалась, сгнила, неважно. Дом приобретает неустойчивость. И когда это произошло, надо отдать должное Рейгану, которого я тогда, когда служил в Штатах, недооценил. Забавный эпизод. Однажды я вернулся с работы, мой старший сын, жена ко мне подходит, говорит, что ты смотрел, что происходит. Я пришел в его комнату, он лежит на каравайке, он уткнулся в стенку. Я вот тут сейчас билеты достал, как раз Новый год, приближаешься, пойдешь на ёлку, такой крупный универмаг, Мэйси называется. Это ёлка, типа кремлёвской ёлки у нас в Нью-Йорке, это Мэйси. И вдруг он мне так резко пришел. Я не могилец. Я там, можно сказать, чуть ли не танцевал у этого хоспиталиста комитета перед женщиной. А он вот такой секой, значит, говорить никуда не приходится. Ну, я так на него чуть-чуть голос поднял, и тут он заплакал. Заплакал, а это был год известной речи Рейгана об империи зла. Сын, уже к тому времени третиклассник, уже довольно хорошо понимал английский язык, и телевизор был включен, он все это дело проснулся. В школу им было не разрешено ходить в форме, не разрешено было носить галшки, а я даже вспомню, это советский период времени, видите, как воспитывают. Перед отъездом, значит, пошли на Красную площадь, пошли на фавзолей, и все. Причем все как получилось. И просто у него истили. Я как-то такого чуть-чуть успокаиваю, в чем дело. Ну и оказывается, что я галстук носить не могу, я форму носить не могу, а мы в городе жили. Кое-как я его успокоил, рванул своим этим знакомым, живым там, в конспиталите комитет. Вы слушайте, ваш президент мне сыну довел до истили. И мне сказали, что они мне приносят, значит, рулон туалетной бумаги, с отпечатанными портретами президента Рыбина. Он говорит, принеси домой и подарись им. Пускай они думают, что все в Америке ненавидят русских, мы вот Рыбина терпеть не можем. Ну это вот к слову просто. Какая была обстановка тогда и что происходит сейчас? И надо сказать, что я был глубоко обечален, как я сказал, и даже оскорблен, когда после победы Трампа в Думе распили несколько бутылок шампанского в разы. Типа, наш пришел. Я в своих выступлениях и доеду говорю, не питайте никаких иллюзий. Он просто представляет другую элиту. И то, что он декларирует, на самом деле, плохо соотносится с тем, что произошло. То, что мы сейчас видим, мы это понимаем. Он, может быть, кстати, хотел бы что-то сделать. Но в этой картине мира президент Соединённых США, несмотря на то, что его демонстрируют как самого главного лидера мира, на самом деле является одним из институтов, не более того. И если Конгресс Соединённых Штатов Америки ограничил его право на взаимодействие с российскими военными в Сирии, а он главнокомандующий вооружённых сил США, можете себе что-нибудь такое представить? Вот есть командир, а рядом что-то такое гражданское, которое не позволяет ему реализовывать все эти командиры. Вот это то, что происходит в Соединённых Штатов Америки. Самая печаль заключается в том, что вся сегодняшняя система главного мира, она держится на нескольких внедрённых в сознание большинства людей мифов. Первый миф – это миф об исключительности Соединённых Штатов Америки. Он всегда присутствовал в американской политике, звучал он как «сияющий граф на холме». И Обама этого употреблял, и Рейвель этого употреблял. Второй миф о наступлении конца истории Фукуяма отметился здесь, написал соответствующую книгу. Кстати, очень бы рекомендовал вам, кто интересуется, и Фрэнсиса Фукуяма почитать, и другие работы, связанные с, скажем, сведением о будущем, они переведены на русский язык, на русский язык, и они доступны. Одна из них, вообще говоря, подтолкнула нас к созданию мирового общественного форума «Деалог с цивилизацией». Продолжаем. Это миф о том, что глобализация привела к концу истории. Нет теперь противоречий. Мир не подвержен никаким войнам. Ложь, не только миф. За время Холодной войны невосполнимые потери в мире достигли по оценке западных экспертных 25 миллионов человек. К вашему сведению, потери в Первой мировой войне были 14 миллионов человек. Так что то, что касается Холодной войны, для знающих, она была очень даже горячей. Поэтому заявление о том, что мир пришел в стабильность и сегодня глобализация по-американски, это та модель, которая позволит нам прийти по всему общему благодетствию, она на самом деле не состоятельна. Третий миф заключается в том, что в целях создания совершенной системы управления, основанной на последних научно-технических достижениях. всерьез некоторые практики и аналитики, особенно на Западе, особенно в США, полагают, что мир перешел из постиндустриального периода к постпостиндустриального периода. И если раньше сталкивался модернизм, консерватизм, архаизм, то сегодня столкновение идет по теме, по разрезу ценностных ценностей, как понимаются они этими политологами. На сегодняшний день существует мнение о том, что все ценности являются универсальными. И поэтому любое отклонение от этих ценностей является не то чтобы опасным для Дмитрия, но противоречит тенденциям развития. Почему так взъелись на Трампа? Трамп, по сути дела, своим проявлением разрушил концепт неолиберальных демократов. Если бы пришла Клинтон, я вас уверяю, мир бы был еще более хаотичным, более непредсказуемым и более опасным. Но появление Трампа, вот эту вот когорту, не Акоров, как их называют, не либералов, их остановило. И они этого Трампу никогда не простят. Им-то казалось, что все, вот уже все защиты из глобального управления у них в руках, а тут такая незадача. Почему они так взъелись на Россию? Потому что в той системе, которая выстраивается, основанной на ложных ценностях, основанных на презумпции так называемого мультикультурализма. Вроде бы в этом ничего плохого нет, но сама идея мультикультурализма, за которую сегодня расплачивается Европа и революционный поток, она зависит на том, что не надо ничего делать. Ты хочешь быть таким, или ты из этой, значит, из этой страны прибыл. Вот каким ты хочешь, таким и будь. Это дезинтегрирует общество. И в результате, и бывший президент Франции Саркози, и нынешняя канцлер Германии Меркель заявили о крабе мультикультурализма. Мир очень неустойчив. И западная политическая система очень неустойчива. И для нее появление любого вызова может оказаться критическим. С этой точки зрения, и Владимир Путин, и декларации о внешнеполитических направлениях деятельности России, и его Мюнхенская речь в 2008 году, это все опасные вызовы. Они дестабилизируют, что отдают опасный пример. Я путешествую во многих странах. Вот когда с людьми на улице разговаривают, в Германии растет движение не только фашистов, в Германии растет движение консерваторов. А Германия это особая страна. Есть книга бывшего начальника военной контрразведки Германии, который заявил, что в 1949 году Германия была принудена союзниками подписать некое тайное соглашение, так называемое «Канцлер-Ахт», по которому любой вступающий в должность канцлер Германии обязывался следовать политике атлантической солидарности, по которому контроль за СМИ осуществляется с Соединенными Штатами Америки и многое другое. Многие политики утверждают, что это некий фейк, это неправда, но наблюдая то, что происходит в Германии, и на собственной шкуре, получая от либеральной прессы, я могу сказать, что я лично в наличие такой политики верю. И еще один элемент, на котором я хотел бы остановиться. Если говорить о глобализации, то сегодня существует только одна система, которая действительно глобальна. И это не ООО, к сожалению. Это мировая финансовая система во главе с Форексом. Есть блестящая книга, ее трудно найти, которая выписывает историю создания федеральной литерной системы Соединенных Штатов Америки, которая вроде как называется центральным банком США. Это и так. Это частная структура, организованная, по-моему, двадцатью частными банками. Не более того, привлечение, вернее не привлечение, а подписание Братенбудского соглашения в сорок четвертом году, а потом в семьдесят первом году отказ Соединенных Штатов Америки от золотого стандарта, потому что в период времени такой блестящий политик, француз, он нагрузил корабль американскими долларами, послал в США и сказал, верните мне золото. И им пришлось это сделать. Так вот, отказ от золотого стандарта, с одной стороны, позволил неограниченно производить различного рода финансовые инструменты, тем более стимулирую торговлю, потребительство и так далее. А с другой стороны, привел экономику к экономике, созданию экономики долговой. На самом деле, сегодня, если все долги представили, могу вам сказать, что общий оценочный объем в мировой экономике, значит, где-то в пределах семидесяти триллионов долларов. В сей. При этом, деривативы, доллары, различного рода финансовых инструментов мы создавали в десять раз больше. То есть, весь мир, он, вообще говоря, находится в кризисе. Россия, вопрос по этому. Непростая тема. Наша проблема заключается в том, что развал Советского Союза, который не был предопределен объективными обстоятельствами, а скорее, во многом, зависел от субъективных ошибок тогдашнего советского руководства. И я, как человек старшего поколения, могу сказать, что на каждой кухне у нас критиковали, значит, и политбюро, и правительство, но на кухне. Что так? Мы это все видели, понимали, но мы не понимали, как с этим бороться. И вот, например, я сказал в Кажданинской системе. Сталин отказался подписывать это соглашение. Сталин считал, что должна быть создана альтернативная финансовая система, основанная на концепции золотого рубля. Пришедший к власти Хрущев, годополучный все это делал, разрушил. Но сегодня мы очень серьезно привязаны к этой глобальной финансовой системе. И мы никуда рыпнуться не можем. Потому что вокруг нас нет того, что называлось СССР. Но, правда, есть перспективы. ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Это дает какую-то надежду, что мы постепенно будем выстраивать альтернативную систему. Это необходимо. Это необходимо, потому что глобальная финансо-экономическая система находится в глубочем месте. И сегодня это признается экспертами зарубежных. Не только на этом. Независимость банка. Вы вспомните, что вытворяли в отношении Венгрии и сейчас вытворяют, что вытворяют в отношении Органа. За что? Только за то, что он попытался центральный банк поставить под контроль правительству. Тому нельзя. Потому что тогда разрушается вот эта глобальная финансовая система, во главе которой стоит Федеральная резервная система США. Мы в этом отношении ничем не отличаемся. Я вчера участвовал в экономике в глобальном культурном форуме. Приезжали очень такие породные китайцы, разговаривали на эту тему. Даже Китай сегодня не является альтернативой США. Китай вообще, на мой взгляд, это проект американцев. Им нужно было создать противодействие Советскому Совету. И они открыли финансовые потоки, они открыли технологические потоки. А теперь чешут репу, потому что не знают, что с этим сделать. Потому что по паритету Китай обогнал Соединенные Штаты Америки. А это уже недопустимая ситуация. И как эту ситуацию разорвать, я не знаю. Вот эта торговая война, которую вы видите, это так открытски только настоящая проблема, которая существует. Но даже Китай... Вот я санкционированный человек. Санкционировали меня за то, что я был президентом российских железных кораблей. Санкционировали меня за то, что якобы друга... За друга. Санкционировали. Это означало, что когда я стал создавать свой центр для ныне, я уже человек, как вы видите, несколько не юный. Мне нужна страховка. Я по всему миру мотаю. Что там приключится? Договорился с несколькими фирмами. Слава Богу, по состоянию здоровья все. Да-да-да, очень хорошо. Ни одна фирма мне страховой полюс не вылезал. Мы работаем на рынке, в том числе Соединенных Штатов Америки. Мы боимся, у нас будут неприемкости. Поэтому рассчитываю только на свое здоровье. Поехал в Китая. У меня там прекрасные отношения. Меня там уважают. Да нет вопросов. Сейчас мы все эти банковские счета откроем и выдержим. Ничего подобного. Но мало того, что расчеты в долларах невозможны, потому что они проходят через счета американских банков, никто не пропустит. Мне написал один мой товарищ, не очень юристый. Бывший премьер Словакий. У него тяжелейшая форма рака. Все деньги в семье он на это подходит. Обратился ко мне, говорит Владимир, слушай, ну если можно, ну помоги. Ну жена посоветовала, конечно поможет. Личных денег никогда нет, но поможет. Что вы думаете? Я послал деньги, мне вернули их обратно. Из Словакии. Нельзя. Пришлось организовать наличку, пришлось организовать товарища и курьера. Как нас учили, деньги доставили туда. И китайцы никуда не вернулись. Поэтому у сегодняшней России комплекс проблем. Мало того, что мы заявляем о своей самостоятельности. Мало о том, что президент говорит о цивилизационной самоидентификации. Необходимо, чтобы все общество было настроено в этом направлении. Когда вам долдонят о том, что власть всегда ущербна. О том, что власть всегда бюрократична. О том, что государство должно выйти из экономики, из социальной сферы. Почитайте Мариану Мазакаху. Учите английский и иностранные языки. Потому что вы ограничиваете себя с точки зрения доступа к реальной информации. Так вот, это ведущая специалист в области макроэкономики. Разбивает все эти мифы относительно того, что государство враждебно развлечено. Все новейшие достижения Соединенных Штатов Америки достигнут из-за фундаментальных исследований и денег, которые на это выделялось обществом. То же самое должно касаться России. У нас, к сожалению, концепция другая. У нас все деньги, деньги и экономика. Денег тратится огромное количество. Но не на то, на что бы я бы, например, сдал в Россию. Но это мое личное мнение. В свое время, когда был президентом ОЗД, мог пробивать определенные решения. Теперь могу только советовать и то, когда попросим. Поэтому мое выступление оказалось очень фрагментарным. Я не сказал и десятой части того, что нужно было бы вам сказать. Но, по крайней мере, у вас есть несколько минут времени для того, чтобы какие-то самые основные вопросы постараться мне задать. Если какие-то вопросы у вас, у вас мои вопросы. Все. Добавил субтитры. Сейчас я вам помню. Продолжение следует...